Его не взяли в десантники из-за роста, но он доказал, что силы и мудрость не измеряются в сантиметрах. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Валерий Крючков. Валерий Крючков. Валерий Крючков. Я когда перестал работать с телохранителем, я с людьми встречаюсь, разговариваю, и я сначала не понимал, почему так они думают, а потом начал понимать. Они говорят, ты что со мной не хочешь разговаривать? А я думаю, нет, почему? А что ты по сторонам смотришь? А я говорю, вот. Самое главное даже не мускулатура и не пушка, а голова. Соображать надо быстро, прогнозировать опасность еще быстрее. Это, собственно, касается и активной самообороны. Исходя из того, что общество поменялось, и 80-90% населения пьяные на колесах или там по вене ударившиеся, то есть разговаривать, раньше можно говорить было, построить диалог и сбежать. А сейчас не с кем разговаривать. Как человек, выросший в криминальном районе города, поселке Строитель, Валерий Крючков не понаслышке знает о последствиях бездумных и жестоких драк. Вот, посмотрите, представьте себе, если человек сказал, что на дороге часто выходит, чего достает, он пошел в бардачок, вытащил пистолет, идет с этим пистолетом, подходит к тебе, заряжает, стреляет. Прошла минута. За это время человек смотрит, он, наверное, думает по себе, это не может быть, да как это, может, как так, меня сострелить, да за что, да что, нет, этого не может быть, а он стреляет. А ведь за это время можно столько дел сделать, за это время можно просто пресечь это все. Как наставник, он всегда повторяет одно, нужно помнить, где, с кем, когда и сколько. Послали за молоком, выполни задачу, принеси молока, не обращая внимания на дебоширов у магазина, которые только и ждут момента пустить в ход кулаки. Вот у тех, у кого силы есть, ума не надо, тебе ничего не добивается вообще. Очень сложный процесс, здесь ума нужно, ну вот, здесь нужно знать физиологию, психологию, здесь нужно знать биомеханику, здесь, ну, основу, по крайней мере, здесь надо знать физику, и тут, это очень вещь такая умная. Однажды буквально в одних трусах он выбежал из дома на крик о помощи, обезумевший мужчина с ножом только и ждал момента, чтобы выплеснуть свой гнев. Это был самый страшный эпизод в жизни, признается Валерий Николаевич. Сначала он мне в голове прокрутил, сразу думаю, что я сделаю сейчас. То есть бам-бам-бам, все, человек готов, то есть без проблем. Ну, а он куда упадет, сейчас упадет об ступеньке или еще куда-то, то есть я понимаю, там, все это вот пока я иду, там, это два-три шага, там, четыре. В мысль уже раз, все прокрутилось, это все, что будет так. Людей очень много, свидетелей скажут, сам напал, сам убил, там, всегда. Ну, все, начал уговаривать. Придерживаясь принципа «не высовывайся, не лезь вперед всех, садись с краю, кому надо, тот увидит», наш герой, тем не менее, стал самым известным тренером по рукопашному бою в городе. Это ведь он ковал кадры для отрядов спецподразделений. Там такое поле деятельности было. Там война началась, там люди, опять же, 90-е годы, это же бандитизм. То есть там просто непаханное поле. То есть то, что я думал и представлял, это одно. А когда мы начинаем говорить на тренировках с людьми, которые возвращаются от спецопераций, то есть они говорят, что где-то что-то вот так, так. Это, скажем так, обратная связь. Что не работало, меняли на месте. Тренировки проводились в автобусах, автомобилях, самолетах, вагонах. Все как в жизни. Я в 18 лет занимаюсь со спецподразделением города Рязани почти со всеми. Сейчас у меня осталось их два. Только тогда было на тот момент, я 7 лет отработал инструктором по боевой физической специальной подготовке ВВД в нашем Рязанском. Тогда был ОМОН, СОБР, там был спецназ УИН. Вот тогда он назывался СИД и СЭР. Супруга первое время только вздыхала. Она тоже человек в какой-то степени героический. Ради любимого переехала из московской трешки в деревню. Смирилась и с раздельным питанием мужа, и с его особым режимом. Сегодня он не может спокойно пройти по улице, не затратив определенное время на рукопожатие и объятия с братьями. Так он называет своих учеников и последователей. У меня же многое стало идти, нельзя никуда. Куда не пойдешь, везде. Будешь сейчас стоять полчаса, еще никуда не денешься. Еще в 87-м году он организовал детский подростковый клуб. Почти 10 лет просто готовил ребят к армии. Понятное дело, что собственные дети, в том числе и дочка, изучали новые приемы первыми. Полковник милиции ко мне пришел, один позаниматься, говорит. Он сам уже в двухлетнем возрасте узнал, что значит драться как мужчина. Первым соперником в жизни стал родной дядя, который учил главному не распускать нюни и всегда давать сдачи. Теперь он объясняет, что каждый мужчина в первую очередь воин своим внукам. Вот в верхней морской форме сын, когда был маленький. Да, а эти внуки десантники, внуки папа десантник, капитан десантник. Отличные ребята. А во что они играют с дедом? Войну. Войну. Боремся, деремся. Приемы. Старший всегда говорит, только прихожу дед, какой новый прием? Какой новый прием? Покажи. С дедушкой ребятам и правда повезло. 42 года своей жизни Валерий Крючков потратил на занятия различными единоборствами. Чтобы в итоге прийти к своей собственной формуле. Его техника активной самообороны базируется на четырех главных китах. Решимость, внезапность, скорость и точность. Здесь мне 16 лет, я здесь с голым торсом как раз. Это моя первая группа. Это мы все друзья, товарищи. То есть здесь в школе занимались. Были ребята тогда ответственные. Чем я только не занимался, что я только не пробовал. И голодание Поля Брега, и раздельное питание Шелтона, и Порфирь Иванова. И я не знаю, что только я там. Я изучал и буддизм, и конфуцианство, и язычество, и чего я только не изучал. И раджа-йога, хатха-йога начинал, раджа-йога закончил. И был экстрасенсом. И чушью я только не занимался. Чушью я на себе только не перепробовал. Вы понимаете, что чушь? Да чушь. Абсолютно чушь. И как пришли? К чему? Пришел к православной вере, к истокам. Потому что, так как я занимался экстрасивной ссорикой, у меня заболел сын, чуть не умер. Он впервые посетил храм в 96-м году, на Рождество. Точнее, монахиня, буквально за шиворот притащила его туда. Он был ярый противник, был страшный противник. То есть это как, я не знаю что. Я прям, мне бабушка моя покойница говорила, замолчи, только рабыслом убью сейчас. Он заметил странную вещь. Как только прекращал ходить в храм, сыну становилось хуже. К сожалению, эта вдумчивость и жизненная мудрость приходят только после испытаний. Эта икона долго висела в спортивном зале. Она чудотворная, говорит хозяин. Вот уже несколько лет оберегает всю семью. И в первую очередь сына. В Казанской приставе Богородицы мне подарил мой друг, человек, которого я охранял. Я как бы без разрешения его не буду говорить, кто он. Сегодня его группа состоит примерно из 20 человек. Причем обучаться урокам активной самообороны приходят и молодые мамы, и взрослые мужи. Да и вы какой возраст? У меня даже мужики занимаются по 47 лет. Так они в нос ливите, молодые не выдерживают. Они приходят, уходят, приходят, уходят. Еще бы законы были на стороне обороняющихся. А то ведь как бывает, ударишь маньяка не туда, и он из насильника превращается в потерпевшего. Когда мы начинаем бороться за жизнь, за свое, у нас, это все логи, сердце начинает биться под 200 ударов. Адреналин у нас начинает колотить, все. Сердце начинает биться очень-очень часто. И уже при 160 ударах, когда 160 достигает, у нас отключается логический блок, у нас отключается ближняя фокусация, у нас отключается мелкая моторика. Все. И у нас и туннельное зрение образуется. Все. Это ничего с этим не поделаешь. Это физиология. Берут ли судьи с прокурорами этого? Нет, не берут. Они не знают об этом. Они не понимают. Они посмотрели боевики по телевизору там. Джеки Чан. Хок-хок-хок-хок. Ему не попали. Он все сделал. Круто, красиво. И ты должен так сделать. Нет. Что удивительно, сам Валерий Крючков, несмотря на свою активность в зале, неисправимый домосед. В свой выходной после поездки в храм он скачивает хорошие фильмы и целый день с удовольствием валяется на диване. Тоже говорит, а как отдыхаете? Я реально не привелюсь. На самом деле нет ничего легкого в том, чтобы, обладая знаниями самообороны, суметь уговорить, не применяя силу. Или в том, чтобы изо дня в день быть живой мишенью и понимать, что в приоритете жизнь объекта, а потом уже собственная. Так что он по праву заслужил эти несколько часов диванного отдыха. Главное, вся округа знает, в случае с чего Валерий Крючков первым выскочит на помощь. Редактор субтитров А.Семкин